еще раз всем добрый день сегодня мы продолжим знакомиться с контроллером компанией TGNET рассмотрим его функционал тема нашего выбора звучит так управление коммутационной беспроводной сетью на базе контроллера TGNET сейчас зайдем на устройство вот так выглядит начальная страница после того как вы вводите адрес устройства пароль по умолчанию и логин админ админ подключаемся к устройству он нам предлагает сменить дефолтный пароль на какой-то другой в данном случае нам это не нужно поэтому это действие отменяем первоначальная страница выглядит так это системная информация вы можете посмотреть количество пользователей на данный момент некую статистику по подключенным устройствам версию по типу продукта который вы используете производителя адрес серийный номер использование CPU и внутренней памяти устройства вот здесь в правом верхнем верхней части начнем с первой вкладки это быстрая настройка быстрый настройки здесь это настройка API адреса маски сети и шлюза и DNS и далее это настройка беспроводной сети то есть сит и метод шифрования все больше здесь быстрых настроек нету весь основной функционал находится вот в этих вкладках начнем по порядку мониторинга здесь мы уже с вами были идем в вкладку девайс монитор нашей тестовой схеме два девайса это коммутаторы TGNET 1POE коммутатор V3026 вот его здесь видно контроллер его видит и L2 плюс коммутатор S5300 контроллер определяет какое устройство подключено какой порт вот в данном случае вот зеленый с волнами это беспроводная точка доступа у нас в сети 2 также он показывает порт который подключен контроллер вот на 24 буквой M и транковый порт то есть оплинковский на этом устройстве также он определяет либо Fiber порт если это коммутатор с SFP портами то либо обычный медный порт значение портов расшифровывается здесь наверху что какой цвет означает отсюда же можно попасть на устройство на веб-интерфейс щелкая по его названию можно посмотреть топологию сети контроллер его топологию определяет самостоятельно так она выглядит в нашем случае она небольшая потому что схема тестовая в большой сети может выглядеть вот так устройство показывает главное коммутаторы доступа если есть серверное оборудование вот два значка справа от коммутатора сервер и контроллер схема и подключение и транковый порт куда она подключается на вышестоящем коммутаторе схема рисуется самостоятельно то есть контроллер автоматически определяет и 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 Одна из них 2.4 в диапазоне работает не только, модель 31.3 сработает в финал диапазоне как 2.4, так и 5 ГГц. Отсюда также можно зайти на устройство, щелкнуть по названию и контроллер вас перетерекнет на страницу авторизации точки доступа. Здесь также отображается статистика по точкам, MAC-адрес, название, режим сети. Модель 2306 не поддерживает 5 ГГц диапазон, поэтому здесь написано. Пауэр настроена у нас на 25% мощности. Версия ПО. И так далее. Сид. Количество юзеров. Сид. Онлайн. Здесь можно, если у вас список большой, сортировать, отображать нам онлайн точки, некий фильтр, либо оффлайн точки. Лист. Это список пользователей, подключенный к точкам доступа. Здесь показывает, в какой точке подключен юзер. Мак-адрес терминала, Мак-адрес точки. Тип аутентификации. В данном случае free, то есть точка не запароллирована, ничего. Если будет другой тип аутентификации у нас выбран, то здесь будет написано либо радиус, либо просто пасморт внутренний. Один из вот этих вот методов. То есть у вас может быть в сети несколько сидов. В одном сиде может использоваться аутентификация, например, по логину Parallel, где-то может использоваться аутентификация SMS. В данном случае будет написано радиус. Все-таки радиус просто внешний. Ну, здесь производитель терминала, подключенного в данном случае контроллер не определил производителя. Здесь же его можно добавить в устройство, например, белый лист, либо в бэк лист, то есть в бэк лист запретить ему доступ в интернет, добавить его в белый лист. И тем самым, если настроена авторизация с помощью SMS, то этот пользователь обойдет данную процедуру и сразу получит доступ в интернет. Идем дальше. в меню визуализации. Построив вашу сеть, при необходимости, при желании клиента и для удобства обслуживания администратором сети, особенно если это, например, очень большое здание, там 6 этажей, 10. Очень удобно смотреть аварии по точкам. Ну, в данном случае у нас одноэтажное здание офисное, две точки расположены. Отсюда можно посмотреть информацию по ним, сделать конфигурацию. Вот даже точка подсказывает, что не все хорошо, много помех. Советует, что можно сделать, увеличить мощность, либо увеличить расстояние до ближайших АП. Ну, так как у нас точка доступа настроена на минимальную, мощность излучения 25%, поэтому у нас авария показывается, что пользователи могут работать не очень хорошо, так как высокий уровень интерференции. В подкладке АП Configuration мы можем изменить IP адрес, название точных, точнее здесь place info, это местонахождение. Ну, например, первый этаж, там правый, белый, мощность, включение номер канала. Здесь у нас показывается терминал. Все устройства подключены именно к этой точке доступа. Пользователи нету, поэтому окно пустое. Статистика как по 2,4 диапазону, так и по 5,5 диапазону диапазону. 3D панорама. Если у вас здание многоэтажное, а не один этаж, как в нашем случае, естественно, у нас будет картинок ног. Они будут отображаться в списке здесь. А всех вы их можете посмотреть, нажать на 5D панорам. И будет вот такой. Отсюда вы можете щелкнуть на необходимый этаж, и автоматически он откроется, откуда можно перенастроить точку доступа, или видеть какую-то аварию, или вообще увидеть, что она недоступна по какой-то причине. Теперь приступим к конфигурированию Wi-Fi сети. Функшн свитч – это меню есть как в конфигурации точек доступа, так и в конфигурации коммутаторов. Это мы здесь можем включить либо выключить менеджмент Wi-Fi сети данным контроллера. То есть контроллер не будет управлять сетью. А менеджмент E – это ключ, с помощью которого контроллер подключается, авторизуется на устройстве. Этот ключ задается непосредственно на своем устройстве, то есть либо на Wi-Fi точке доступа, либо на коммутаторе. Далее, «Apple and Play» или «Шаблоны». В данном случае у нас настроен один шаблон. Здесь мы конфигурируем сит, точке «Продкаст», «Нужен ли нужен», «Изоляцию клиентов друг от друга», «Метод аутентификации», то есть шифрования какого бада поиска или открытой сети. Если мы используем контроллер, например, в гостинице или в другом публичном месте, там у нас будет сеть открытая, а пользователи будут выходить в интернет с помощью смс-авторизации. Далее, «Методы». Далее, «Методы». Далее, «Методы». Далее, «АЕС» либо «АЕС» либо «КИ». Ну и «КИ». Здесь мы можем запарареллировать данный сит. «Кейшн полиси». Устройство здесь поддержим 4. «Политики». Они настраиваются ниже. Мы об этом хочем поговорим. «План». То есть на контроллер может приходить, например, отдельный план для каждого сида. В случае, если используется, например, локальный метод передачи. В чем разница между локальным методом и централизованным? То есть в локальном случае, если ему пока плохо, то контроллер не участвует. Не перехватывает трафик. То есть трафик не проходит через него. Он только управляет точками доступа. Ну, либо коммутаторами. То есть IP-адресацию клиент получает на устройстве из другой сети. То есть, например, сети предприятия уже может быть настроен. Если мы используем DHCP-сервер какой-нибудь в 10-ом VLAN, если мы здесь укажем 10-ый VLAN и он будет прокинут до контроллера, то устройство будет получать адресацию оттуда. Контроллер в данном случае не участвует ни в запрещении трафика, ни в фильтрации, ни в чем. Если мы используем тот же самый метод аутентификации с помощью SMS, то нам обязательно нужно использовать централизованный метод передачи. И ставим лимит, лимит точек доступа, лимит клиентов на точку доступа. Ну и ограничения по скорости. Также можно выбрать кантри. Вот это будет зависеть используемые каналы на Wi-Fi сети. Для каждой страны они незначительно, но отличаются. Идем дальше. Управление точками доступа. Здесь мы можем делать импорт конфигурации, либо загрузить конфигурацию. Применить адресацию. Применить адресацию. Применить адресацию. Он будет автоматически изменен на точке доступа. То есть не нужно заходить на точку доступа отсюда и менять альпишник непосредственно на ней. То есть сменив адресацию здесь, контроллер даст сигнал точке доступа и она изменит адресацию. Также здесь настраивается мощность. Можно выбрать канал. 2 часа в диапазоне 12. Ну либо режим A. Точка сама сканирует эфир и выбирает менее зашумленный канал. И темплейт, который мы рассматривали выше. То есть их здесь может быть много. Например, если нам нужно использовать разные сиды. Какой-то банк. То есть отдельная сеть для персонала банка. Отдельная сеть для клиентов банка. Вот здесь вот применяется. Если мы делали какие-то изменения, то нужно поставить галочку и нажать сеть. Либо можно вообще удалить точку доступа. Также с этого меню управления точками доступа мы можем обновить ПО на точках доступа. Если у нас точки доступа одной модели, то мы можем выделить их все и обновить их одновременно. Выбрать файл. Он обновит программное обеспечение сразу на всех точках доступа. В меню reset. Здесь можно либо перезагрузить точку доступа, либо сбросить ее в заводские настройки. Тайм рестант. То есть мы можем задать время. Интервал. Либо, например, раз в 12 часов перезагружать точки доступа. Либо выставить определенное время для нитей. Отдельная сеть. Расширенные настройки для улучшения. Включение работы Wi-Fi сети. Вот здесь вот у нас есть. Включение. Отключение роуминга. Приоритет 5G. То есть если телефон поддерживает и 2.4 сеть, и 5G сеть. И точки доступа также обещают и 2.4 и 5G диапазон. То включение отсюда функции корректизирует перед устройством сеть 5G. И клиент будет подключаться именно к 5G сети. За исключением если 2.4 диапазон по сигналу более предпочтительен, чем 5G. Так пропускная способность. Я имею в виду тиград. Стену 2.4 диапазона выше, чем прежде. Роткаст контроль. Что-то типа контроля над роткастом. Как на кромутаторе функция StormControl. Где вы можете задать количество пакетов в секунду одновременно. Все остальное контроллер будет отбрасывать. Функции, которые у нас не используются. Это Seed, Hide, скрытие сети. Настройки для сильно нагруженных сетей. Если устройств очень много. Например, стадионы, где иногда может быть очень много народу. Производитель предлагает нам оптимизировать сеть. Например, изменить бикон интервал. Скрыть Seed в точке доступа. Если она уже превышает количество пользователей допустимых. Здесь у нас настраивается в расширенных настройках балансинг. Балансировка трафика, нагрузки. То есть мы можем в группу добавить 4 точки доступа. Но естественно они должны быть расположены в одном месте. Покрывать одну территорию. Чтобы пользователь, находившийся в зоне покрытия двух или четырех точек доступа. Подключался к менее загруженной точке. Групп может быть 220 и 8. Макадрис. Здесь настройки доступа в сети. Либо запретить. Макадрис определенный. Либо разрешить, например, с определенного макадриса для конфигурации. доступ именно подключенный вай-фаю пользователь может управлять сетью все остальные настройка виланов на порт каждый порт добавить вилан сконфикулировать если у вас например каждый сид определенных вилане в отдельном то можно разграничить например настройка вилан по портам то есть первый первый вилан у нас может уже приходить на лан 1 на вторую вилан 10 и тем самым снижаем нагрузку на порт расширенная конфигурация предлагает нам выбрать применить от определенной точке доступа это все что было сконфигурировано вот в предыдущих вкладках выбрать темплейт то есть вилан затяжки быть он можно выключить вот индикации на точках доступа если нужно чтобы она светилась защита ар так это функция сюда добавляете устройство например ноутбука своего администратора сети при настройке при первичной настройке устройство вас автоматически при подключении к вай-фай сети перекинет на страницу управления точками доступа где вы можете изменить расположение алиэс точке доступа при именно точке доступа привязка идет помог адрес то есть вы видите маккады сможете менять расположение точки аутентификации об этом говорили в прошлом вебинаре пробегусь устройство поддерживает достаточно большое количество методов наиболее используем это аутентификация по паролю то есть можно например задать список пользователей определенный у каждого будет свой логин пароль либо например один общий пароль на всех причем пароль не который спрашивает вай-фай сеть при подключении первоначально сеть будет открытая сконфигурирована нами вот здесь вот в комплейте помните она здесь открыта но при подключении и беспроводной произойдет redirect на внутренний captive портал вот один из двух видов где вы сможете вбить логин пароль либо просто пароль в зависимости от выбранного метода авторизации поддерживает радиус если у вас в компании есть свой радиус сервер можно его указать либо external server authentication используется для настройки авторизации используя внешних этих порталов у нас четыре политики аутентификации каждую можно применять к отдельной точке тимплейты здесь можно загрузить свою картинку какую вам хочется с логотипом компании какую-то рекламу здесь вы можете загрузить картинку поменять поменять фон настроить и настроить страницу на которой будет происходить редирект после авторизации далее switch управления коммутатор первая вкладка такая же как и управление с правовыми точками доступа то есть мы можем запретить или разрешить управление коммутатор и ключ с помощью которого подключается контроллер устройства отсюда мы также можем попасть на устройство щелкнув по названию сменить IP адрес перезагрузить либо сбросить дефолт поля расширенные функции позволяют нам настроить перезагрузку устройства либо включение либо включение устройства по расписанию настройки настройки по вентиляции вентиляции портам выбираем по устройству порт который необходимо перезагружать период перезагрузки включения включения порталь если нам нужно какое-то устройство например вечером включать либо наоборот на ночь камеру включить вечером выключите сленок по расписанию роутер менеджер менеджер так как роутеров у нас сети нету здесь у нас ничего не отображается расширенные политики лист можно создать здесь устройство которым разрешенных запрещен доступ в интернет сюда же автоматически они попадают из списка клиент как мы с вами как я уже показывал то есть можно добавить устройство например белый лист он у нас автоматически попадет сюда имя листа и макарис пас пас белый лист запрещает отбрасывает также контроллер поддерживает акцесс листы здесь вы видите дефолтную настройку производителя кроме вот последней строчки где добавлен сайт mail.ru для чего это нужно например если вы используете смс-авторизацию здесь можно добавить сайт который будет доступен без авторизации все остальные сайты будут запрещены далее настройка бэнда можно задать определенному диапазону ip адресов желаемую скорость как на uplink так и на downlink последняя вкладка в россии не особо актуальна производитель позиционирует ее как необходимую для настройки авторизации например с помощью вича это только мессенджер тайский популяр идем далее dhcp конфиг вот если мы используем централизованную систему передачи нам необходимо настроить dhcp сервис включить чтобы устройство получало ip адрес если используем локальную то dhcp сервер внешний то клиент получает ip адрес от внешнего dhcp сервера контроллер в данном случае в данном действии не участвует так как у нас настроена централизованная система централизованный метод передачи задаем диапазон адресов гитвы которые будут получать телефон ноутбук любое диспроводное устройство dns лис тайм настраивается наше устройство получает подписацию из этой сети включается режим юзера и режим паблика то есть если режим юзера включен то адресацию из этого пула будут получать только устройства подключены по беспроводной сети то есть wi-fi пользователя если нам нужно чтобы из этого пула адресов получали устройства подключены например к ламп порту контроллера то нужно выбирать паблик мод в данном случае если мы подключимся напрямую ноутбуком напрямую в контроллер свободный лампорт в режиме юзер мод мы не получим адресацию с и последняя вкладка управление системой здесь мы управляем посредственно самим контроллером можем настроить адресацию статичную статичную либо динамичную настроить вилан управление перезагрузить устройство обновить во запросить и пол да и вот везде производитель оставляет подсказки и разъясняет функционал после перезагрузки устройство будет сброшен ip адрес будет дефолтный вот такой клад производитель нам предлагает облако что-то схоже с видеонаблюдением если кто-то сталкивался очень удобно например для компаний интеграторов если они берут на себя функцию обслуживания после внедрения и окончания работ по проекту если клиент хочет подписать например договор на дальнейшее обслуживание этой сети которая была построена то с помощью облака очень удобно управлять и решать и демонстировать проблемы особенно если интегратор находится далеко от клиента в другом городе и может даже в другой стране можно зайти на контроллер и реконфигурировать что-то даже не имея удаленного доступа но я имею прямого удаленного доступа не факт что у контроллеров будет публичный адрес по которому можно будет залогиниться использовать много контроллеров если у вас много клиентов обслуживания вы можете добавить все эти устройства там будет отображена локация этого устройства и оттуда можно попадать в устройство смотреть аварии в онлайн режиме количество пользователей точек доступа ну все информация которую можно посмотреть на веб-интерфейсе контроллеров эту же информацию можно посмотреть оба аккаунт менеджер настройки пользователя задать пользователя паспорт ему сменить и админская учетка здесь мы можем добавить пользователя другого отличного отмена фигурации управление конфигурации здесь можно сделать пока фигурации либо загрузить уже ранее сохраненный если нужно было сбросить устройство в дефолт или вы заменили устройство по какой-то причине если у вас имеется конфигурации просто заливает здесь заливается лицензии но устройство без по умолчанию например контроллеры 5 поддерживать управление 64 точками доступа лицензии можно расширить если необходимо до 128 прошу прощения по умолчанию 5 128 точек доступа расширяется лицензии до 1024 и 512 систем лог алармы и диагностика здесь можно пропинговать какой-то сайт сайт проверить имеется ли контроллера в интернет проверить работать и и делать кроссировку давайте сделаем до гуку давайте приступим к вопросам вот и есть давайте ну раз вопросов нет спасибо за внимание всем хорошего дня до свидания